Приветствую вас. Давайте мы разделим ваш вопрос на две часы. Значит, то, что ребенок не набрал вес, то, что вы пьете лактамил, то, что у вас был симфизит, после родов. Это все относится в большей степени к медицине. А вот то, что вы впечатлительны и сами себе накручиваете все, и то, что вы не можете ни о чем думать в другом, кроме ее веса, и то, что у вас свой характер, такое, что вы думаете о плохом. Вот это относится именно к нам, к психологии. Значит, впечатлительность или чувствительность эмоциональная связана с неуверенностью в себе, заниженной самооценке в нарушении личных границ, то есть, ну, недостаточном оформлении личных границ. то есть, вы не умеете определять, где вы, где ваша ответственность, где ответственность, например, ну, другого человека, допустим. И каждый раз, когда вы испытываете вот эту вот так называемую чувствительность, да, впечатлительность, каждый раз, вы тем самым, как бы, себя вовлекаете в то, что вообще к вам отношения, может быть, даже не имеют. Никакого. Но, понятно, что вы, понятно, что вы это делаете, понятно, что вы вовлекаетесь, и, связано это с тем, что вас задевает. Вас задевает именно вот, ну, то, что с вами происходит. Почему задевает? Потому что вы принимаете это на свой счет. А почему вы принимаете это на свой счет? Потому что это, скажем так, будоражит ваш внутренний конфликт. или конфликты, которые у вас есть. А они у вас есть. Потому что впечатлительность и вот это вот частые слезы, это следствие подавленных эмоций. Это следствие обид, это вот чувствительность, это вот обиды, негатив и так далее. проекции. То есть, человек, который обидается, и который свои обиды не выражает, да, он внимательно чем? Проецированием. Он проецирует на других, на обстоятельства, которые с ним происходят. Он проецирует свои обиды. Почему? Почему так происходит? Потому что он не будет выразить сам свои обиды. У него нет возможности это сделать. У него нет возможности выразить свои обиды. А они никуда не деваются, они как бы остаются. Поэтому вот это так по поводу чувствительности и по поводу безотвительности вашей. Теперь по поводу того, что вы плачете. Немножечко скажу. Значит, слезы все это хорошо. Слезы это здорово, но нужно конечно понимать, что как бы выговаривание и проработка обид это облегчает ситуацию. Но не решает саму проблему. Проблему накопления обид. Потому что вы по-прежнему ведете себя в этом контексте, а в детской позиции немного. То есть позиция такова, что я обиделась, а я переживаю, мне плохо, ну из-за чего-то, не важно из-за чего. И кто-то виноват. Если обиделась, значит кто-то виноват. А это модель родительская модель у вас. Соответственно и впечатлительность, и то, что вы плачете, это вот как раз именно связанная с этим. Что касается того, что у вас навязчивые мысли, то здесь немножечко все по-другому выглядит. Нет, немножечко все иначе. навязчивые мысли это симптом проявления невроза. То есть вытесненных потребностей, вытесненных желаний и так далее. Но это в общем-то естественное проявление ввиду того, что вы обладаете теми чертями, теми характеристиками, которые я вам описал. нормальные и соответственно мысли это показатель невроза. Ну невроз тоже в общем-то снимается, когда вы больше начинаете думать о себе, когда вы больше прислушиваетесь тому, чего вы хотите. обиды они почему возникают? Потому что вы подавляете себя, подавляете свои желания, подавляете свои эмоции, не выражаетесь никак. При этом у вас есть ощущение, что это неправильно. Ну вообще удивительно. То есть ощущение, что что-то неправильно, но вы не реализовываете это. Как там? Понимаете, да? Надеюсь, о чем мне говорится. Вот. И соответственно именно с пониманием того, что правильно, с пониманием того, что надо, что вообще важно. Вот. И наработать. Ладно. Ну и тем, чего вы хотите. Это тоже важный момент. Очень, очень важный момент. Теперь по поводу того, что вы думаете о плохом. Это не черта характера ваших. Ага. Черта характера это немножко другое. Все-таки. То, что вы думаете о плохом, это скорее установка негативная. И это одна из причин вашего депрессивного состояний. И впоследствии возможная причина для депрессии вообще. То есть это готовность к негативному переживанию. именно негативному переживанию с готовностью. А по поводу того или иного события. С той или иной ценности, которая вот ну которая высталкивает. почему именно эта готовность? Потому что было закреплением на эмоциональном уровне, на уровне действий, на уровне операций было закреплением. закрепление именно этой реакции, закрепление именно этого переживания, то есть вы думали, что все будет плохо, но у вас были основания так думать, например. И потом это подтвердилось, и вы соответственно в похожей ситуации вы думаете теперь именно так. только закрепляя подобное поведение, закрепляя подобный паттерн поведения, вы сами уже его генерируете своим поведением. то есть его могло бы и не быть в принципе, если бы вы не боялись бы этого, не думали об этом и так далее, потому что на уровне операций, то есть на уровне неосознанных действий, вы допускаете возможность наступления этого события, ведете себя так, вам и наступив. Потому что любое сознание действует так, что окружающее окружающее оно должно быть похожим на то, чего вы ожидаете от реальности, например. Вот так, вот так вот я думаю, можно вам ответить на вопрос, на ваш вот торжественно вы ответить на вопрос, я помню вы пишите только как можно от этого избавиться, то есть ваш вопрос, как от этого избавиться. И отвечая на него, я вам могу сказать только то, что это работа, это работа с вами, это работа с вашими желаниями, с потребностной сферой, с личными границами, с ответственностью, с детскородительскими отношениями, с вашим поведением и с одновременной самооценкой и неуверенностью в себе, то есть личность в ростах. Вот. Как видите, спектр работы достаточно большой, и соответственно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастливым, да, то есть чтобы у него была счастливая мама, то соответственно тянуть вам не стоит, потому что сейчас ребенок активно впитывает то, что вы ему посылаете, те эмоциональные посылы, которые вы излучаете, ребенок получает, и в будущем это будет влиять на его поведение, на его состояние, на его общение с другими людьми и так далее, и если вы ходите, чтобы ребенок здоровым психически, то срочно начинайте терапию, срочно начинайте работу, и срочно как бы начинайте даботиться о своем психологическом здоровье, здоровье, отдельным пунктом идут отношения с вашим мужем, насколько вы ну или отцом ребенка, насколько вы в гармонии находитесь друг с другом, насколько у вас хорошие отношения с ним, насколько вы чувствуете себя, например, защищенной с ним и так далее, эти вот важные вопросы, их тоже обязательно нужно рассмотреть, проработать, и если что, подкорректировать после анализа. на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом, желаю вам всего доброго.